Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим самые интересные, последние новости из мира ММА. Кто не жадный, поставьте мне лайк по-братски и подтопали. Забит Магомед Шарипов заявил, что бой с Еиром Родригесом ему больше не интересен. Какие у тебя планы на себя в UFC? Как от этого драться будешь? Я сам не знаю. Посмотрим, какие у них планы, я даже не знаю. Я не разговаривал ни с кем, даже с манеджерами, уже давно не разговаривал. Посмотришь, я прилечу в Америку завтра, уже переговоримся, как что делать, как лучше будет для меня. У Еры дисквайл кончился. Он тебе еще вообще нужен или ваш бой проклят, как, знаешь, Фергюсон с Хабибом? Я думаю, нужен же неинтересный бой. Значит, ты, в принципе, смотрел бы на Волкановский или Артегу? Ну, конечно, это было бы намного интереснее, и была бы уже другая мотивация, и это было. Хабиб закончил? Ты сам переживала за эту ситуацию? Ну, ты следил за ней, как ты знаешь, мне кажется, это не я рад, что он закончил. Почему? С таким рекордом ушел, с таким этим, почему? Ну, не тридцать, нуль. С двадцать я тоже очень красиво, с тридцать я, с тридцать я, с тридцать я, с тридцать я. А ты, а ты как Минцель себе ставил, вот какой-нибудь рекорд или какая-нибудь победа? Ну, у меня не было. У меня, честно, сколько-нибудь, а цель была, может, чтобы так, там, не знаю, я люблю спорт, да, я люблю зал ходить, чтобы там, вот именно кому-то что-то доказывать, у меня никогда не было, не знаю почему. Из-за бита можно понять. Пять раз срывался этот бой, три раза были подписаны контракты и два раза шли переговоры. Родригес соглашался, а потом сливался. В 2019 году последний раз дрался за бит. Большой, простой для бойца, но надеемся, в этом году мы увидим за битом в клетке. Хамзат Чимаев полностью здоров. Судя по его настрою, выйти в клетку. И вот какое заявление он сделал. Сюрприз, сюрприз, я возвращаюсь, чтобы всех размазать. Сын Александра Шлеменко попал в аварию. У Шлеменко даже дети не плачут. Передаю микрофон настоящему мужику. Сюрприз, ты что с ней подрался, что ли? Да нет, попал в аварию. В аварию? Сейчас сильно было жестко. Хочешь сказать своим подписчикам пару слов? Да. Что скажешь? Короче, велик сбил. Велик сбил. Что ты им можешь сказать, чтобы смотрели они внимательно, да? Да. А кто виноват был? Велосипедист, он не там ехал. Сюрприз, я был виноват. Что, жестко тебе? Больно? Он неправильно ехал, он не виноват. Больно нет, сынок? Да нет, даже не плакал. Он не красавец, как боец настоящий, да? А ты знаешь, что такое поговорка, что шрамы украшают мужчину? Что? Шрамы украшают мужчину. Почему? Ну так говорят, не веришь в это? Что, что, их красят, что ли? Нет. Вы все уже знаете, что Шлеменко жестко топит против Моргенштерна. Он вчера опубликовал такое видео. Ты прав, я не знаю, кто такой Моргенштерн. И посмотрев на него, я понял, что это просто черт. А проще сказать, без. Понимаешь? Интеграммы на лице, плюс какие-то три шестерки. Хабиб сегодня сделал репост этого видео и написал такой пост. Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись. И самое страшное в этом дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинированный орган, который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов. Аудитория у Хабиба очень большая. Так что проблемы, возможно, у Моргенштерна могут появиться. А на этом все, друзья. Всем желаю удачи. Пока.